Доброго времени суток, дамы и господа! Дополнение Shadowlands принесло нам большое количество маунтов и большое количество питомцев. С самого старта мы начали их постепенно добывать, а в обновлении 9.2 при открытии Zeret Mortis'а мы вообще смогли их сами себе крафтить с помощью протосинтеза. Немножко прокачиваем Пока-Пока, его талантики, и таким образом нам уже открыта кузня протосинтеза. Сначала открывается кузня для питомцев, а потом и кузня для маунтов. Как мы прекрасно знаем, в тот момент, когда мы открываем меню питомцев, некоторых питомцев, само собой, можно садить в клетку. И посаженного в клетку питомца можно продать на аукционе. Какие-то питомцы стоят дешево, какие-то питомцы стоят дорого. А касательно протосинтеза, для каких-то питомцев нужны дорогие реагенты, где-то там больше частичек, где-то нужны редкие искры, редкие матрицы. А какие-то питомцы прям делаются очень-очень легко. Но, в любом случае, если у вас очень-очень много частиц творения, или вы просто хотите немножко поголдфармить на продаже питомцев, то частицы творения можно выгодно реализовать. Стоит также понимать, что фарм на питомцах — это наполовину гиблое дело, лишь по той причине, что питомцев редко кто покупает. Но, если вы найдете человека-коллекционера, который захочет у вас купить много-много питомцев с протосинтеза, то почему бы и нет? Глянем текущие цены на гордуне вообще на всех этих питомцев. Ну, на большую их часть. Архетип удовлетворения — 91 тысяча золота. То, что нужно для крафта — это очень легкие реагенты. 300 частиц творения. Искра удовлетворения. Чтобы получить эту искорку, нам нужно кушать рейдовые пиры в рейде. А также нам требуется матрица цепоида. Разве эти реагенты стоят 91 тысячу голды? Нет. Но, возможно, кто-то будет готов отдать 91 тысячу голды за такую курочку. А вдруг найдется такой человек? А почему бы и не поформить? А почему бы не реализовать выгодно свои частицы творения? Давайте покажу, где находится кузня протосинтеза, потому что вдруг вы забыли. А также в описании к этому видосику я приложу место по фарму этих частиц. Возможно, вы дофармите то, что вам нужно, и получите золотишко. Для того, чтобы нам открылась кузня протосинтеза на питомцев, нам нужно прокачать диалический язык у Покопока, потратив на это немножко шифров. А для того, чтобы крафтить маунтов для себя, нам нужен сопронейский. Но речь, конечно, о питомцах, и выгода вся идет на питомцах, потому что только питомцев мы можем продать. Поэтому диалический – это то, к чему нам нужно стремиться. И пока я об этом рассказывал, мы уже прилетели к этой кузне протосинтеза для питомцев. Находится она у нас рядом с приютом Пилигрима, чуть ниже. Заходим внутрь. Заходим внутрь, и если камеру опустить вообще вниз, то мы ничего не увидим. Камеру нужно поднять чуть выше. Вот она, кузня протосинтеза. Да, я хочу скрафтить тот самый архетип удовлетворения, который очень дорого стоит на аукционе. Я хочу попробовать его продать. Почему бы и нет? Друг кто-то купит. И частицы реализую. Надо еще будет свинков поскидывать. В общем-то, делайте крафты, делайте продажи на аукционе. Уверен, рано или поздно этих питомцев у вас купят. Это намного лучше, чем частицы творения будут просто валяться мертвым грузом. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!